Приветствую всех, друзья! С вами Калина Плюс! И сегодня мы посмотрим одного из лучших цикличных представителей средних танков, это Объект 140. Разница между Объектом 140 и Т-62, которая вам может показаться на первый взгляд, заключается в максимальной скорости. И вы будете правы. Объект в этом случае более быстрый, он может разгоняться до 55 км в час, что делает его более маневренным, в отличие от Т-62А. Конечно, я многие факторы отпускаю этих двух танков, это силуэт, бронирование башни и маленькое различие стрельбы в движении. Но также не забываем про скрытый параметр движения по разным типам грунта. Поэтому, кто делает выбор из этих двух танков, какой же иметь в ангаре? Первым, советую, конечно же, прокачать Объект 140. Перки в моего экипажа, а также дополнительное оборудование вы видите на экране, поэтому давайте перейдем непосредственно к бою, который я сегодня для вас приготовил. Итак, бой у нас происходит на карте Зимний Энск. В принципе, встречный бой, ничего особенного. В первом степенной задаче решили посмотреть, что же у нас происходит на горе. Понятно, так как встречный бой, там скапливается основная туча танков. И противников, и союзников. И поэтому здесь нужно именно быть в начале боя, если вдруг пойдет неожиданный раш от противника, ну, а может быть и от союзников. Тогда можно неплохо и самого пострелять. И также, если сложится плохая ситуация, быстро отсюда убежать. В общем, быть в курсе событий. Здесь я проверяю, как видите, в снайперском прицеле, что у меня немного отставание идет. То есть, в этот день у меня был именно пинг, небольшой на серваке. Поэтому не очень приятно чувствовать это во время боя. Также хочу заметить, что этот бой происходит не 0.9.5. Он происходит более поздним. Насколько поздним, я уже не могу даже сказать. От этого бой не становится хуже. Поэтому давайте посмотрим. И он мне показался довольно-таки интересным. Здесь я маленько замешкался на горе. Пытаюсь отстрелить там 50. И Е50М выезжает. И дает мне, в принципе, в боеукладку. Обращаю ваше внимание, что советские СТ очень любят получать урон именно в боеукладку. Так как боеукладка у них находится именно по бортам. По правой и по левой стороне. А также можно еще и взорвать полно, если по рашу попадете. Ну что ж, бой прошел уже полторы минуты. Противники собираются, но неожиданного раша мы не видим. Поэтому нет смысла здесь задерживаться. Также, как вы заметили по карте, 13.75 уже проехал. Наши арте, именно нашего созвонника. И, конечно же, мы пытаемся спасти ее. Но нас это, конечно же, не удастся. Он уже приехал. Немного вправо, видите, держусь, чтобы можно было простреливать именно моему батчату собезводному. И вот он его добивает. Ну что ж, теперь, так как мы знаем расположение союзников, знаем, какое количество их наверху. Тем более, они уже вот сейчас, в данный момент, начали прессинг наших. Надо действовать более агрессивно и уже врываться там, где нас менее всего ждут. Вот 62-й у нас появился, но я участие в убить уже не приниму. Ну, в принципе, ничего страшного. Тут же выехала вафля. Начинает разряжать свой барабан. Она еще, кстати, из рискающих торчал. Мог выстрелить, но не стал рисковать. Она у нас еще с шестью снарядами здесь. Вот сейчас она отстрелялась и теперь стала просто хорошей мишенью и скрыться ей негде. И она заканчивает свой путь на этом. Также видим затерявшуюся Е50, которая думает, что я на него вылечу. Танкую башенкой его и, конечно же, убиваем. У него башня не такая сферическая, можно сказать, как у меня. Поэтому рикошет минимален. Наступаем на Хэвика, который уже выехал. Думаю, что он всех здесь победил. Заметил, что он на меня не осмотрит. Можно спокойно ее убивать. Он пытается, я как смотрю, в башенку прострелить Е3. Что, конечно же, у него не получится. Е3. Отличная башенка. Которая, можно сказать, просто дурачит всех своим видом. Но от бочин, от фугаса, от фвшки, это не помогло. Е3 у нас лопнул. Е50 там замешивался, но я решил, что пусть он там лазит. Если спустится, он умрет. Тем более, забрал его. Наша вафля 9 уровня. Забрала. Так, едем на врыв противника. Встречаем Ягу. Без сведения попадаем. Тут же уходим от моего снаряда. Он тоже не целился. Стреливание на вороте. Поджигаем его в этом случае. И он сгорел. Видим, что семерка очень решительно действует. И нападает на моего совзводного. На батчата. И, к сожалению, я уже помочь ему не смогу. Так как семерка пока еще ездит. Пойдем убивать 110-ку. Нет, чем подставлять себя. И чтобы задницу у меня выстрелила именно эта 110-ка. Удачно выстрелила 110-ка в меня. И развернула меня. Все хорошо, но КД ДПМ у нас выше. Поэтому с десятки никакого нету. Преимущество перед нами. Быстренько прижимаемся именно к домикам. Чтобы у нас не было прострела на нас. Именно с балкона от ПВ. Который мог закончить жизнь в этом моменте. Но, видимо, уже поехал вниз спускаться. Но нам надо помочь именно с семеркой. Стреляем. Отлично пробиваем. Еще и садим на гуслю. Думаю, вот отлично. Сейчас я его добью. Но не тут-то было. Попадаем в острый угол именно заднего проема. Где там под углом. И, конечно же, рикошет. Думаю, вот сейчас надо хотя бы 71-го. Его спасти, стреляя почти не сводясь. И попадая в башню. Ну, такие бывают. Ну, сейчас уже понятно, что спасать некого. Спокойно сводимся и убиваем его между экранами и гусеницей. И спокойно он умирает. Мы сейчас в засвете. Поэтому подъезжаем, обманываем противника. Что как будто мы поехали сюда. Маленько помнусовали. И сейчас уже засвет пропал. И видим мы уже в том направлении, где нас он не будет ждать. Но, к великому удивлению, здесь уже ФВ. Мне очень везет от того, что ФВ все-таки промахнулся. Он мог ли мне. На этом бой, может быть, уже был бы и закончен. Но, к счастью, везение без этой игры... Без везения в этой игре никуда. Поэтому бои становятся интересными от того, что у нас не все завязано на ровном стечении обстоятельств. А именно о том, что есть доля рандома. И в данном случае он мне помог. Сотка довольно-таки неповоротливый танчик. У него, наверное, стоит уже топовая пушка. Сейчас я для него не бандшот. То есть я могу танкануть его. Но, в любом случае, в общем, едем там, где последний раз они светились. И, скорее всего, так как это тяжелый танк, и ботчат, но ботчат могут убежать уже. В любом случае, там быстрый танчик арта. Поэтому мы едем уже туда, где нас уже, возможно, ожидают и могут просчитать. Заметьте, еду не справа, а чуть левее, чтобы обмануть противника, чтобы дать его за свет. Он, скорее всего, ожидать меня здесь не будет. Но, в этом случае, никого у нас здесь не оказалось. Не еду напрямую, еду через именно церквушку посередине, для того, чтобы просветить центр. Узнать, мало ли, ботчат уже там проскакивает. Либо та же сотка едет. Поэтому спокойно едем и смотрим. Никого не засветит при этом. Замечаем, что соточка пытается вернуться обратно, чтобы выстрелить. Но он уже заехал за угол, поэтому мы знаем уже его местоположение. Поэтому осталось найти арту. Здесь неправильное решение артиллерии. Она зажалась в угол, ей легче было бы уехать на ЖД и что-то там творить. Он уже просто встал там. Здесь очень большой скат. Не рассчитал я, что именно так съеду. И потерял хп именно на падении 256. И если у соточки хорошая альфа вылетит, то он может меня забрать. Не рискуем. Спокойно танкуем. От башенки. У ботчата, именно у артиллерии ботчата, не опускается пушка вниз. Ему неудобно стрелять по низкостоящей цели, нежели чем я бы ехал именно с нуля нападать. Я понимаю, что сотка мне пытается помочь. Но я сам знаю, что именно выезжать здесь, где я светился, это самая глупая затея. Потому что он, скорее всего, на углу меня стоит и ждет. Выехал и я получил, возможно, ваншоп. И, конечно же, будем обещать его сейчас и искать более удобный подход к сотке. Также не забываем, что это городская карта. Здесь именно наши способности, как светляка, который светит, не очень выгодны, так как расстояния маленькие. И именно за углами обычно прячется противник. Здесь можно именно сыграть только на неожиданности, что я пытаюсь и сделать в данном моменте. Вижу сотку, стреляю на отмах. В экран не пробиваю. Сотка, отлично, что сотка стоковая. У него пушка от Мауса. Он не наносит столько мне урона. Поджигает меня. И я отлично тушусь. И так выиграл этот бой. Интересно и судить вам, конечно. Результаты боя вы видите на своем экране. Я же прощаюсь с вами. Спасибо, что посмотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем до скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok